Весь сегодняшний рефрен информационных событий дня, у меня что-то даже язык заплетается от восторга, он связан с тем, что мы наконец-то получили определение, что же такое роскошь. До этого мы не имели ни малейшего представления, у нас не было критериев роскоши. Знаете, как у нас очень много интересного отсутствует в нашей жизни, того, чего давно было бы пора иметь, уже потрогать руками, ощутить, не получается. У нас, например, до сих пор нет такого понятия, как методика исчисления морального вреда. То есть есть понятие морального вреда. В судах постоянно, так или иначе, эта коллизия разыгрывается, но никто не знает, как, на каких весах взвешиваются, что же такое моральный вред. Поэтому кто-то говорит, что моральный вред или моральный ущерб, который получил, составляет несколько миллионов, а кто-то три копейки, среднеарифметически является, например, суммой для выплаты. Мы также не имели ни малейшего представления о том, что же такое роскошь. Причем все те законодательные попытки, которые шли для определения, они пытались увести нас в сторону, потому как в основу была взята гаишная манера, измерять всю нашу жизнь лошадиными силами. Сама по себе система не самая оптимальная. Она, единожды придя к нам, скорее принесла вред, чем пользу, тем более, что вычисление налогов и какой-то попытки социальной справедливости, она в целом несостоятельна. Но это был кривой, плохой, но все-таки градусник. И когда мы стали вычислять у себя понятие роскоши, то вот эти лошадиные силы выяснилось, что они совершенно неприемлемы здесь, поскольку в лошадиных силах очень тяжело измерить дорогую или дешевую квартиру, длину забора, количество земли, глубину водоема, толщину черной икры на бутерброде. Лошадиные силы в качестве измерителя не подходят категорически. И тем не менее, Минфин довольно долго водил нас за нос, пытаясь именно по этому сценарию запутать нас окончательно. Если вы помните, социального заказа на определение роскоши в принципе не существовало, но так получилось, что правительство в какой-то момент и непосредственно два наших руководителя посчитали необходимым изобразить перед народом какой-то такой заход на тему социальной справедливости, о том, что богатые у нас все-таки всего лишь 13% платят, а это несправедливо. Они должны получить другое финансовое обременение, например, 14% или 15% или поштучно, по головам, за всякие часы, за ботинки с золотыми подковами или еще за что-нибудь. И вот в эту кучу Малу, конечно, в качестве отправной точки хотелось засунуть автомобиль, он просился, поскольку его нарочито роскошь наиболее очевидна. А как определять, что является роскошью? ГАИ сказал, есть лошадиные силы, и все те, кто был причастен к обсуждению этой темы, довольно долго говорили друг другу много ерунды и определили, что, наверное, 410 лошадиных сил, это и есть тот самый предел, выше которого оно считается роскошью. Хотя, вот, например, с точки зрения московских властей, роскошь, она определена пределом мощности в 200 лошадиных сил. Смотрите, как у нас исчисляется транспортный налог для льготников. Если многодетная семья имеет автомобиль, то при наличии автомобиля до 200 лошадей, это действительно льгота. А если у тебя машина выше 200 лошадиных сил, значит, ты жлоб, мерзавец, и не имеешь права ни на какие-то социальные льготы. Это потому, что у тебя 15 детей никого не волнует. Это просто ты пожадничал и не потратился на контрацепцию. Поэтому свыше 200 лошадиных сил никаких льгот тебе не будь, шиш тебе с маслом и вообще мироед, давай катись отсюда на своем 600-м Мерседесе. Это позиция московской власти. То есть 200 лошадиных сил уже является источником раздражения для этих людей. Тогда же обсуждение было вокруг 250 лошадиных сил, но всегда возникают люди, которые приводят пример престарелых американских автомобилей. Там может быть мощность и 300 лошадиных сил, при этом остаточная стоимость автомобиля, например, 1000 долларов. Какая это роскошь? Да это рухлядь. На этом ездить уже опасно. Владеть этим обременительно дорого. Толку никакого. И что в результате? В результате ничего. И весь прошлый год как раз обсуждали эту роскошь, пытались бороться с ней. Ведь задача была именно поворотиться с роскошью. А критериев не было. И последним, кто стал крайним в этом списке определения параметров роскоши, был Минфин. Он до конца 2012 года был обязан правительству дать четкие критерии понимания, что же такое роскошь. Не сделали. Потянули потихонечку котика за хвост. Котика за хвост аккуратно перетащили на 2013 год. И вдруг, тут совершенно внезапно, сегодня некая правительственная комиссия, которая тоже не играет никакой роли, является промежуточным звеном. Но она, по крайней мере, смогла обобщить уже все порывы вокруг и сказать, что предложенный проект Министерства финансов их устраивает. Поэтому есть печка и начинаем от нее плясать. Печка называется 5 миллионов рублей. То, что дороже 5 миллионов рублей, это роскошь. То, что дешевле, это не роскошь. Очень жалко, что Минфин попытался сделать все, чтобы у нас не было понятия роскоши, чтобы не было финансовых поступлений в бюджет, потому что туда капнут только слезы. И вообще, это была та самая пресловутая борьба пчел против меда, изначально обреченная. Вот если бы Минфин действительно играл бы по-честному, Минфин мог бы принести пользу, в том числе нам с вами. Если бы Минфин взял и определил роскошью рубеж в 2 миллиона рублей. И, кстати, такая мысль тоже была. Была даже мысль в полтора миллиона рублей определить уровень роскоши. Вот все, что больше полутора миллионов, это роскошь. Но те, кто это бякнул, они потом почитали репу, представили себя за рулем Форда Мондео и поняли, что вообще-то 2 миллиона это в Москве в том числе стоимость автомобиля такси. И они тогда выглядят совершенно бледно. А им нужно все-таки Audi A8, 7-ка BMW, Mercedes S-класса, естественно, не говоря уже о Bentley, на это замахиваться нельзя. Если бы Минфин играл в эту игру по-честному и определил бы рубеж в 2 миллиона, представляете, какую бы невероятную услугу он нам с вами оказал. Ведь это означает, что в таком случае все завышенные цены на автомобили поползли бы неизбежно вниз. Когда в качестве точки привлечения возникла идея утилизации, тогда, например, Ford заявил стоимость фокуса трехдверного с мотором 1.4 в беднязкой комплектации в 345 тысяч. Почему? Потому что это был тот самый предел. Им нужно было влезть в эту игру. Машину за 345 тысяч не видел никто и никогда. Ее физически не существовало. Это была декларативная игра. Сейчас Ford Focus, напомните мне, со скольки начинается? С 512 тысяч, то есть с полумиллион рублей. Бюджетная машина. На совсем простеньком моторе с минимальной отделкой стоит полмиллиона. У нас рынок перегрет, у нас цены на автомобили завышены где-то в среднем на 30-60%. И мы покупаем в 3 дорога и в 4 дорога, то что таких денег не стоит абсолютно. И если бы Минфин определил рубеж, 2 миллиона это роскошь, тогда это бы рубануло сразу по всему ценообразованию. И карточный домик рухнув, обнулил бы счетчик, потому что в сторону справедливого ценообразования опустился бы весь рынок. Ведь если 2 миллиона это роскошь, значит выше 2 миллионов уже берут с опаской. Дальше начинаются трудности, а поскольку продавать надо, тогда все вот эти вот ныне сильно премиальные такие вот, прямо вот невероятно премиальные машины, типа там Мазда премиальная, Ниссан премиальный, Тойота. Не, ну что вы, ну Тойота это же премиальная машина. Посмотрите, сколько они стоят? Сколько стоит Королла? Это же откуда нужно было, с какой высоты приложиться головой мимо подоконника, чтобы такую цену назначить всего-навсего на Короллу? А произошел бы обвал, и вот эти сейчас вот наглые все зарвавшиеся, которые там начинаются с миллиона в классе Д, они бы уползли на свои привычные там 600-700 тысяч. А вы помните, например, что Opel Vectra, здоровенный, грандиозный Opel Vectra, он стоил 600 тысяч рублей. Сейчас 600 тысяч Solaris стоит. А, извините, с мотором 1.8 на ручке в хорошей комплектации Opel Vectra немецкой сборки, он стоил 600 тысяч рублей. И это было нормальной ценой. Это он сейчас стоит уже при прочих равных условиях сильно за миллион, а тогда 600. И вот если бы Минфин сыграл уже хотя бы в этом отношении, на пользу нам с вами, то он, конечно бы, невероятно помог целому рынку, потому что мы, наконец-то бы, ненадолго, ну, на годик, на другой, но, может быть, на три максимум, получили бы справедливое ценообразование. Мы его не получили. При этом Минфин, сразу понятно было, что он играл по тем правилам, которые должны были окончательно выхолостить эту идею. И Минфин, определив рубеж в 5 миллионов рублей, казалось бы, ничего такого не сделал. Просто сказал, ребят, давайте считать, что это 5 миллионов, а дальше, а дальше не к нам, потому что дальше определять, как именно будет исчисляться цена, отдали в Минпромторг. Так, спрашивается, цена это четкий критерий, почему ее нужно вычислять? Ты пошел в магазин, купил машину за 5 миллионов, получил договор, в нем стоит подпись, печать и указана сумма 5 миллионов. Ты получил, если надо, приходник кассовый, если надо, ты получил банковскую выписку, если платил, например, по безнаву. Везде написано 5 миллионов. Почему кто-то еще должен что-то исчислять? Тебя спрашивают, почем твоя машина? Вот 5 миллионов. Да, все понятно, это роскошь, ты идешь, платишь налог. Но это если бы стояла задача заплатить. А теперь Минпромторг должен разработать методику, например, исходя из базовой цены. Ты ездишь на 600-ом Мерседесе стоимостью 8 миллионов рублей, и когда у тебя спрашивают, сколько твоя машина стоит? А уж не роскош ли? То здесь с подачи Минфина ты достаешь Минпромторговскую методику, и там написано, что твоя машина стоит 3500. Почему? Потому что это базовая стоимость. Но как же мы можем заставить человека оплачивать опции? Мы же должны оплачивать стоимость не опции, а стоимость такую, чтобы он ничего не заплатил. А если Мерседес С-класса, хотя базовым он не бывает, но тем не менее, предположим, что он существует, и в прайсах он заявлен, он стоит 3,5 миллиона рублей. А 600-ый, то есть в топовый комплект, он стоит 8 миллионов. Ты едешь на машине за 8 миллионов, но благодаря лихости Минпромторга, все знают, что ты купил машину за 3,5, роскошью она не является. Вот в чем подоплека этой игры. С одной стороны, мы получили единственную точку, исходя из которой теперь можем пытаться что-то хотя бы вычислять. Это точка 5 миллионов, это рубеж, и 5 миллионов, 4 900, это не роскошь. 5 миллионов, 0,1, это роскошь. Вот мы получили стартовую точку для исчислений. Теперь задача Минпромторга придумать такую методику, которая позволит никому не заплатить в бюджет ни копейки, либо попавшись, например, на расправу, задним числом между лопаток огрести иск, когда прокуратура скажет, а вот этот вот Иванов Иванов Иванович, например, какой-нибудь сенатор с этой минуты неуважаемый, он взял и утаил налог на роскошь. Перерыв на новости. Прямой московский номер Сергея Асланяна. Для желающих дозвониться и пообщаться. 65 10 9 9 6 у нас на линии Илья. Здравствуйте, Илья, вы сегодня у нас первый. Алло, добрый день, Сергей. Приятно, хоть тяжело было дозвониться. Касаемо вот предыдущего вашего монолога, хотел просто напомнить, а вы вспомните слова нашего президента о том, что богатый – это тот, кто имеет машину. Неважно, какую. То есть мы уже все с вами богатые. И даже бедро с гайками, которое многие из нас владеют, это уже богатство. Поэтому давайте не будем удивляться всем действиям власти, которые направлены якобы в защиту прав дорожного движения и так далее. Мы богатые, с нас можно стричь. Да, абсолютно правильно. Именно стричь. Тем более, как мы с вами знаем по оценкам независимых экспертов, 105 миллионов человек в нашей стране и 121 миллиона населения не платят налоги, а автомобиль – это совершенно четкий критерий наличия лишних денег. Абсолютно правильно. Поэтому сдайся в рак, замри и ляг. Сейчас по тебе рука миллиона палая так вдарит, что мало не покажется. Денег дай. Извините, еще добавлю, что вы вспомните, когда у нас в государстве перестали вводиться крупные частные производители, то есть практически все крупные у нас в руках государства, то государство обратило свое око на частных лиц. Отсюда у нас полезны штрафы, налоги и так далее. Конечно, конечно. Это все очень грустно. Сергей, можно вам задать немножко ответный вопрос? Давайте. Мазда CX-5. Что вы можете сказать, учитывая, что сейчас на них достаточно большие скидки, 130 тысяч рублей? Это говорит о том, до какой степени Илья – это великолепный автомобиль, если ему всего без года в неделю, а он уже получил такой дисконт. Потому что почему-то машина лучшая на планете Земля, ее не берут. Ну, не берут по цене, потому что на уровне одноклассников она, скажем так, в верхнем пределе, сравнивая ASX, Qashqai и прочие небольшие кроссоверы, классовцы, как я их называю. Но вот скажите, пожалуйста, вот эта вот сама технология SkyActiv, то есть вот этот вот продвинутый двигатель, который имеет очень большую степень сжатия, как вы думаете, ваше мнение специала, насколько будет надежно в эксплуатации такой автомобиль? – Первое подозрение в отношении этой машины – то, что она, в принципе, не сдвинется с места, то, что она не поедет. Второе подозрение – что она не заведется никогда на морозе. Но она почему-то едет и почему-то заводится. Сильно подозреваю, что для нашего рынка они что-то изменили в головке блок цилиндров, и нету там, то есть, заявленной степени сжатия, потому что, когда вот мои коллеги-журналисты на CX-5 катались по Европе, они уже там обратили внимание, что эта штука не сдвигается с места. К нам, к счастью, технология Skyactiv пришла в каком-то адаптированно усеченном виде, это определяет как-то, ну, хотя бы минимальную надежду, то есть, оно еще, видимо, поездит. Я панически боюсь вот этого изобретательства Мазды, потому что ни на нашем топливе, ни на нашем масле пытаться бороться за ресурс и за живучесть корабля, имеющего, ну, мягко говоря, очень неплохие технологии. И CX-5, с одной стороны, это последний, наверное, носитель бациллы ZoomZoom, она, насколько я помню, в багажнике прячется, не знаю, что это, просто знаю, где это. Но при всем при том, я не вижу смысла для покупки этой машины ни в чем. Если бы я был девочкой с айфона, купил бы обязательно, просто потому что, ну, не понтово, не на этом ехать в Макдональдс. А если вот по жизни, я сильно подозреваю, что это не... Вот через какое-то время мы получим либо утечку информации по количеству отзывных компаний, либо мы получим на форумах истинное положение вещей. И она того не стоит. Именно поэтому ее пытаются уже срочно распихать, потому что жадность завысила цену. Она не стоит этих денег ни в коем случае. Ее можно рассматривать вот из категории, знаете как, икру ел надоело, балык ел надоело, что бы еще попробовать? О, CX-5, ну, дай попробую CX-5. Сергей, прошу прощения, не соглашусь с вами, потому что, к сожалению, на фоне одноклассников, это ASX, это Qashqai, это... Они не одноклассники. Вот ASX и Qashqai, это машины в самом низу иерархической лестницы. Грубо говоря, это Mazda CX-5, это машина, где сзади можно у себя со втроем. Остальные машины строго четырехместные. То есть, получается, не пятиместные, а четырехместные. Да, да, и ASX, и Qashqai, это... Простите, что перебиваю, Илья. Qashqai и ASX, это девятка. Это ВАЗ-2109 на полном приводе. Меньше. Ну, на самом деле, девятка тоже, в общем, не шедевр в этом отношении. Они действительно меньше. CX-5, это все-таки машина на полступеньки выше, она чуть покрупнее, и ее надо мерить уже всякими Етями, Q3 и прочими Тигуанами. Ну, бюджет тогда получается как бы на стороне Мазды. Спасибо огромное, Сергей, за ответ. Ну что же, я думаю, что, учитывая, что я планирую покупать сейчас такую машину у супруги, я думаю, что через годик поделюсь с удовольствием опытом эксплуатации данного чуда-юда. С интересом буду ждать, тем более, что женщина, она отличается от мужчины, она вводит вообще по-другому, она обращает внимание не на то, на что обращаем внимание вы. Вполне возможно, что никакие из наших с вами опасений ей не свойственны в принципе, а если она угадала с цветом, то все остальное не играет никакой роли. Дмитрий, здравствуйте. 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 Хочу немножечко поделиться с вами, скажем так, твоей головной болью по поводу выбора машины. Сильно болит голова, Дмитрий? Вы знаете, не очень сильно, долго. Долго. А роскошь не рассматриваете что-нибудь такое за пять миллиончиков? Нет, роскошь я не рассматриваю однозначно. И когда я сформулирую вопрос, вы поймете почему. Давайте. Значит, есть большая семья, которую хочется усадить всю в машину с третьим рядом сидений, так, чтобы на третий ряд мог усесться, ну в принципе усесться взрослый человек и куда-то поехать. При этом иногда хочется побороться с легким бездорожьем. Вот среди таких, скажем так, машин, которые могли бы отвечать этим требованиям, я нашел Chevrolet Captiva. Вот. И хотелось... Вопрос вот в чем. Есть ли альтернатива Chevrolet Captiva, ну, примерно в той же ценовой категории? Нету. И Captiva, она же не поместит у вас сзади взрослых людей. Вот на этих двух унылых табуреточках там довольно тяжело будет. Как вам сказать? У меня рост метр девяносто, и я туда поместился. Даже не пришлось преклонить голову? Ну как, туда залезть мне было не совсем просто. Акробатически интересно. Вот. Я там сидел. Ну, если вы сели, если второй ряд при этом никуда не уполз... Нет, не уполз. Тогда вы в таком случае помещаетесь при своих габаритах и артистизме в любой автомобиль, и здесь все, что вы на рынке находитесь, семиместное. Правда, семиместное все тяготеет к двум миллионам по цене, в отличие от Captiva. Это я заметил. Да, и получается... Остальное выходит, скажем так, за рамки. Да. Единственное, что еще посмотрел Dodge Journey, но, скажем так, в эксплуатации он не слишком дешев. Да, но он, кстати, по стоимости ТО будет не очень дорог, но по количеству поломок, пройденный километр, он вас может разочаровать совершенно спокойно. Негуманен по налогу. Он, да, и по налогу все-таки у него V-образная шестерка, но и по качеству изготовления Мексика, она не лучший на свете автопроизводитель. В Мексике с этим проще, вот у нас, например, уже тяжело. А семиместных получается, что вы либо мечетесь между там Хондой Пилотом или каким-нибудь Гранд Санта-Фе, который сейчас придет на наш рынок, куда я, например, не поместился. Несмотря на их заявленную семиместность, правда, у Санта-Фе мне очень понравилось полноценное, такое нормальное запасное колесо, что во внедорожной жизни хватает. Либо вы аккуратно едете все-таки на минивэне, на каком-нибудь Форде, там, Гелакси, где семеро действительно сидят хорошо и в полный рост. Тогда уже лучше посмотреть то же самое Chevrolet, но Orlando. Orlando тоже нормально, хотя, конечно, да, передний привод остается. Но, понимаете как, Дмитрий, если вот вы определили Коптиву и в ней поместились, в отличие от меня, при том, что у меня всего 1,82 м, то есть я заведомо, как измерительный инструмент, там поместился бы с большим комфортом, тогда возьмите Коптиву, потому что в сочетании, тем более, дизеля и автомата на сегодняшний день, это очень интересный автомобиль, и тем более, что уж кто-кто, а взрослые-то в последнюю очередь поедут сзади. Соответственно, там будут дети, Скарб, и получается, что все поместились, все поехали, а других машин за эти деньги уже нет. Раньше еще Pajero более-менее играл в этой ценовой нише, но он перестал быть семиместным. Он уже теперь строго пятиместный на наш рынок. У нас раньше еще был Peugeot 4007 Citroёn C-Crosser, у них тоже семь мест, у них сзади два таких натяжных строп-антена, ну, для очень ближней дороги. Вот всерьез далеко ехать было нельзя. Либо какие-нибудь аппараты типа Mazda CX-9, у которой шесть мест. То есть у нее три ряда, но у нее большинство комплектаций, это второй ряд, два места, но в багажнике тоже два довольно приемлемых места. Машина американская, со всеми американскими плюсами и минусами, но там можно сесть. Toyota Highlander, да, она тоже семиместная, там, кстати, удобно раскладываются сидения, там взрослые люди нормально помещаются, но она стартует с миллион восемьсот. Да, это уже дорого пока. Это уже реально дорого, это по всему дорого, опять-таки, она своих денег не стоит. Но что у вас хорошо, у вас нету никаких противопоказаний к оптиве, это большой залог успеха. Берев на новости, потом опять наши с вами автомобильные руки выбора. Желающие дозвониться до Сергея Слоняна, а заодно до моей любимой радиостанции Финам-ФМ могут сделать это по телефону 65 10 996, ну, соответственно, наш код города Москвы. Интересный вопрос. Меня слегка подозревая в иронии, Святослав спрашивает, почему я не пользуюсь кондиционером и климат-контролем? И это позиция, или это была просто игра слов? Да, я по возможности не пользуюсь, но вы не поверите, почему. Потому что мне не бывает жарко. Вот до плюс 50 где-нибудь, наверное, при влажности обычной мне, в принципе, хорошо. А если влажность пониженная, там, до плюс 60. По пустыне я могу ходить весь день, мне не будет жарко. При влажности 100%, да, я, конечно, сдохну на общих основаниях. Например, в Юго-Восточной Азии я, наверное, не выживу. А так мне просто хорошо. Мне перестает быть, на самом деле, холодно. У нас Богдан на линии. Здравствуйте, Богдан. Сергей, добрый вечер. Алло. Да-да-да, мне очень нравится ваше имя. Знаете, Богдан — это и автомобильный бренд. И в имени Богдан всегда столько убедительности. Я всегда так завидую родителям, которые так масштабно называют своих детей. То есть Богдан — это целый бренд, сразу. Это такой заведомый плюс человеку по жизни. Да, спасибо. На добром слове. Да, пожалуйста. Богдан, что у нас с вами в автомобиле? Значит, Сергей, стаж большой, 35 лет, как бы много машин. В данный момент у меня Chevrolet Captiva. Так. Не будем плакаться. У нас уже пенсионеры. Ценовой сегмент ограничен. Вы поняли меня, да? Ну да, мы с вами до роскоши в 5 миллионов так и не дотянули, к сожалению, Богдан. Совершенно верно. Сережа, вот вопрос такой. Ну, приходит время, когда ты меня доволен машиной. Вот. И немножко потом скажите о двигателе, если коптили. Сколько она проходит? Можешь проходить? Ну, при хорошем обслуживании. 250 всегда. Вот так вот. Все, вопросов нет. Что вы скажете о Ford Escape? Вот, допустим, в Питере там поддержанных очень много и так далее. Он неинтересный. Это проходная легковушка, вздернутая на полный привод в Таиланде, для того, чтобы заткнуть несколько ниш на локальных рынках. Вот к нам она попала совершенно случайно. В принципе, ей не было начертано абсолютно никакого выигрыша. Вот к нам пришла Kuga. Kuga нужно было как-то поддержать. Они тогда решили разыграть, что у них есть целый модельный ряд полноприводных серьезных аппаратов. Escape с 2.4 на автомате. У нее, правда, в некоторых комплектациях V-образная шестерка. Очень много переднеприводных машин. Это, в принципе, хуже, чем то, что у вас есть. Вот реально хуже. Выигрыш, может быть, только в геометрии кузова. Он такой ящик, куда смотришь и думаешь, ух ты, какой джипастый. Тем более, когда его переименовали именно в Escape, он стал такой дизайнерский, более близок всей семье Форда. У него такая решительная рожица. Он такой очень солидный мальчик. У него сразу кепочка так на глаза наехала. И он выглядит убедительно. Нет, это слабачок. Ничего интересного в нем нет. Это кроссовер. И как только вы где-то там, ну, геометрией, например, пузом цепляетесь за кочку, все. Сдай себе в рак, замри и ляг. И у вас заведомо более лучшая мандатристость на сегодняшний день. Так что не рискуйте. Лучше докатывайте свою. Смотрите, что сейчас придет на смену. Потому что, ну, Коптива очень неплохой вариант. А параллельно Opel Antaro, да? Да, Opel Antaro то же самое. Они, вот, вашей машине сколько лет? Восьмого года. Пять лет будет. Ну, то есть, на самом деле, немного. Но вот тогда, в те времена, они еще отличались тем, что Коптива, они в том числе иногда были семиместные и имели другую геометрию. То есть, задний свес подлиннее. Opel Antaro просто он чуть-чуть короче при той же самой базе. Одна и та же машина. Ну, у Коптива... Технический состояние то же самое. Это абсолютно одна и та же машина. Но у них еще немножко отличались салоны. На Opel сделали побогаче. А так, все то же самое. То же самое. Абсолютно Коптива очень неплохой аппарат был. А тем более, сейчас после рестайлинга, посмотрите, как он тем более, на дизеле. У него это 2.2 дизель. Очень хороший моментный моторчик с автоматом. Шикарно идет. Это какая машина? Opel? Это Коптива та же самая. Она же и Opel, и Коптива. Это одно и то же. Просто после рестайлинга у них стали другие немножко моторы, немножко другие коробки. Это стало интереснее. То есть, я с вашего слова правильно понял, что дизель бояться не надо? Особенно в Москве можно уже не бояться. Но если вы поедете по нашей стране, вы можете этот двигатель, конечно, нечаянно убить. Это, конечно, как говорится, как лотерея. Попадешь, не попадешь. Да, да, да. Не хорошая лотерея, к сожалению. Ну, что делать? Сергей, очень рад, что дозвонился. Еще один вопрос. Есть ли вот ограничения? Ну, могу даже не постесняться обозначить. Ну, правда, семья сейчас небольшая, дети выросли. Два человека, супруга. Ну, москвичи живем за городом пока. Иногда проехать сложно, там есть моменты. Что бы тогда еще поставили, если менять? Вот если менять и так, чтобы вот как-то хватило надолго и без пафоса, то пока еще есть очень неплохой кроссовер, называется Сузуки Гранд Витара. Потому что она все-таки остается внедорожником. У нее есть пониженный ряд в раздатке. И она может ехать даже там, где все остальные уже не могут. Вот как раз нужно выбраться там срочно, не дай бог, или несрочно там за плебом просто съездить. Этот снег преодолевается, вот что называется, совсем по дешевому варианту. Ну, конечно, тоже относительно дешевый. Это Сузуки Гранд Витара, либо чуть более дорогой вариант, это Митсубиси Паджеро Спорт, который настоящий внедорожник. Он не пафосный, то есть он не пафосный ровно настолько, чтобы быть неугоняемым. Он не является шедевром дизайна. Он очень прагматичный. У него рама, то есть убивать его реально придется долго, больше 10 лет. Но при всем при том, он может ехать постоянно в режиме полного привода. У него есть в раздатке понижайка. И поэтому можно потом уже скрестись через очень серьезные буераки. И что самое главное, вот эта его трансмиссия Супер Селект, она в комплектациях, в неплохих комплектациях подразумевает блокировку принудительную заднего дифференциала. И когда вы заблокировали центр, заблокировали зад, даже на так себе, в общем, так уж и быть, дорожной резине, вы еще можете бороться и пробиться к даче и, соответственно, обратно в город. Ну, вы меня поняли, что я уже заканчиваю, понимаю вас много. Где-то вопрос о поддерживании машины, конечно. Только выбирать надо правильно, да? Выбирать надо всегда очень правильно. И знаете как? Нужно быть скептиком. Потому что ведь вы же наверняка в какой-то момент начинаете доверять людям. Ну, просто в силу того, что люди по умолчанию-то хорошие. А поставьте себя на их место. Вот если машина реально так хороша, как они расписывают, они ее продают. Почему? Ведь вы выбираете не пижонскую машину. Это не из-под девочки, которая накаталась и сказала, дорогой, хочу следующую. Да, да, да. Если эту машину продают, значит, либо что-то у человека произошло, ну, там, не знаю, кредиты, не дай бог, проблемы какие-то, еще что-то. Либо вам просто впаривают откровенно машину со скрученным спидометром. Она жила долго и мучительно, а теперь от нее избавляются. Поэтому не верьте никому, обманут, будьте скептиком и пытайтесь человека уломать на все виды диагностики. И смотрите на его реакцию, как только он говорит, не-не-не, а что это, да я не хочу, да я лодь, да я, все понятно, все, 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 спасибо сразу. Идем искать следующее. Что плохо, вторичный рынок у нас такой же жадный, как и первичный. Да, к сожалению, да. К сожалению, да, 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 к сожалению. Там тоже очень хочется, поездив пять лет на машине, продать ее за те же деньги, за которые купил сам. Ну, к сожалению. Поэтому просто, что называется, не верьте никому, будьте подозрительны. А если искать, то вы, конечно, найдете. Так, Сергей у нас на линии. Сергей, Сергей, здрасте. Алло. Да, здрасте, это вы. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Здрасте, тезка. Я вам из Петербурга по интернету. Спасибо за шикарную программу. Прелесть просто. Ой, спасибо вам. Это не комплимент, это констатация фактов. Вот, добрый Питер, спасибо. Нам с вами из сугробов это видится таким великолепием. Слушайте, смотрю на фотографии в Москве из Киеве. Ужас, конечно. Яркое солнце, минус 18-19 ночи, днем минус 3-5. Сказка, весна. Весна, да, да, 50 февраля, да. Да, вы правы, да. Я вот в прошлые выходные на своем сантафе, который хотел поменять уже, доехал в сугроб и не выехал. И понуро пошел за трактором. Да, но все-таки сантафе не джип, ну что же делать. Не джип. Вольво Си 60 вы ругаете со страшной силой. Отпадает. И что у нас от полутора до двух миллионов? Что мы можем поискать в этом сегменте? А внедорожник или что? Ну вот что-то такое средненькое. Это не такой уж совсем, как вы говорите, Mitsubishi Sport. Это уж совсем, скажем так, трактор, да? Ну вот что-то такое. Ну, грузовикастый, да, аппарат. А, например, его старшего брата Mitsubishi Pajero с двигателем 3.0 Super Select на автомате. То есть по цене это не запредельно. По сути это внедорожно. Ну да, да, да. Но там где-то 2.200, 2.300 он так примерно танцует. Но иногда он опускается до приличного предела, потому что он, в принципе, начинается с полутора, но он совсем голый при этом. А дальше он, конечно, скребется вверх по ценообразованию. Но 2.200 это уже предел. Нет. Это другие моторы. И там обязательно кожа, а он и на тряпке хороший. Самое главное, чтобы у него был Super Select с возможностью вот этого постоянного полного привода и принудительной блокировкой заднего дифференциала. Тогда все, тогда этой машины хватает надолго, и она может, конечно, ехать долго по глубокому снегу, по слякоти. А если еще зубастую резину подобрать злую, тогда вы весь год будете в деревне тягачом работать. Ну вот к этому, видимо, надо стремиться. Но наши жулики на самом деле дешевле, чем 2.200, 2.150 за вот этот Select никак не отдают. Ну ладно, я понял. Групп наш узок. Очень-очень узок, потому что приличной техники, в принципе, мало. Тем более, что, знаете как, ведь мы же друг друга постоянно, что вы меня, что я вас, спрашиваем о надежности. Потому что мы верим в эту надежность. А надежность это же явление самопровозглашенное. Надежность, она всегда зависит от хозяина. Если это не жигули, ну, с жигулями, да, какая может быть надежность? Утром открыл гараж. Совсем пессимистичный жигули. Да, это совсем тяжело. А все остальное зависит от нас с вами. Причем очень многие машины реально сломать нельзя. Но дилер это умеет делать. У него для этого специально есть ТО, чтобы сломать машину и заставить вас заплатить что-нибудь. И вот некоторые люди, ну, например, великий путешественник Алексей Мочелов, он на Дастере ездит там, где не проходит лендровер. А некоторые люди на спецподготовленных машинах погибают там, где, ну, казалось бы, спрашивают, как же ты в этой луже дорогой утонул? А потом все жалуются, говорят, а у меня при этом еще там заклинило это, оторвало то, сломалось это. И это все говорит о субъективности, потому что, в принципе, вот, Сергей, если бы жизнь вас заставила, вы сели бы за руль, ну, как раньше это было, до Москвича 12-го, то при прочих равных условиях вы на этом Москвиче проехали бы там, где не проехали сейчас на Санта-Фе. Да, 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 я за рулем с 72-го года, поэтому я как бы... Вы же ездили на этой... Конечно! Где-то там, особенно в тех временах. А на Запорожце как, на 968-м? О, чудовая песня, песня, песня. Лучше по проходимости из легких машин я не видел в принципе. Да, при этом какая там резина сзади стояла, в том числе и от УАЗа, если... Господи, какая была! Резина была одна, какую дали? Какая была вместе с машиной. Но особо искушенные люди назад ставили УАЗовскую, пусть даже убитую списанную, тем самым поднимали дорожный просвет конкретно под задней осью. Колесики при этом поджимались у бедненького, потому что они были такие с складным домиком. Но как эта штука ездила! А сейчас там, где раньше мы с вами могли проехать, даже на Горбатом, на 965-м Запорожце, сейчас там мимо народ едет на Гелендвагене, и в УАЗове говорят, не, ну что это, да ну как я туда поеду? Да нормально ты туда поедешь. И как бы с вами... В общем, да, на Гелендвагене, да. Да, единственное, что сейчас Гелендваген даже, в принципе, с самой низкой, получается, от 4-х миллионов с копеечками. Да, да, Гелендваген, к сожалению. Он как раз и есть та самая роскошь, с которой у нас сейчас Минфин попытается побороться и не сможет ее победить. Слушайте, мы переживем и это, и думают, и переживем, и президенты переживем. Мы не расстраиваемся, мы же оптимисты. Конечно, но мы еще, конечно, мы не такое переживали, мы не такое видели. А из машин, ну вот вообще, у вас на сегодняшний день Санта-Фе, у вас резина наверняка шоссейная. А если на нее поставить какой-нибудь Микки Томпсон стоимостью в пол машины, ой, ядреная, а цепи противоскольжения, и вам будет... Вот цепи уже купил, уже купил. Но только когда закопаешься, их одевать не кузяло. Уже да, уже поздно. Перерыв на новости. Телефон Сергея Слоняна, 65 10 996. Звоните, у нас Иван на линии. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. У меня к вам такой вопрос. Помогите мне, пожалуйста, подтвердить или развеять мою паранойю. Я долгое время пребывал в уверенности, что, в общем-то, для Москвы мне особенно не нужен сильный движок, и лучше я возьму машину с движком меньше стасил, буду, соответственно, платить меньше налог, и в нашем зоопарке сильно навороты не нужны. Машину брал с автоматической коробкой, потому что изначально брал жене, но как это часто бывает в основном, держу сам. Ну да. Вот. И сейчас смотрю я на рынок современный, смотрю на то, каким удовольствием моя сиесточка с 400-стариким четырехступенчатым автоматом кушает 95-й бензин, и думаю, а не обманул ли я сам себя. Вот. И не получилось ли бы так, что, скажем, какая-нибудь 106 или даже 110-сильная машина с каким-нибудь Volkswagen, допустим, гипернавороченным мотором, в конечном итоге в эксплуатации отходилась бы дешевле. Что скажете? А вот обратите внимание, как сейчас в последнее время набирает обороты тенденция перевешивать на своих весах непредвзятых заявки производителя по поводу экономичности. Ведь все паспортные данные, расход топлива, удельная мощность, максимальная скорость, они обычно висят в прайс-листе и не имеют никакого отношения в принципе к факту. Потому что поедем мы с вами по-другому, топливо нам будем тратить по-другому, качество этого топлива будет совершенно иное, и эксплуатационные расходы мы получим совершенно другие. Тем более, что когда мы пытаемся, например, по диагностической карте просчитать заранее стоимость ТО, и вообще то, что называется на Западе стоимость владения, мы никогда не имеем никаких данных. Мы имеем только что-то написанное так абстрактно вилами по воде. Ну, либо в журналах, где проводятся соответствующие исследования. Да, 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 но это опять-таки, обратите внимание, люди пытаются, что называется, переспорить официальную точку зрения. Потому что официально говорят, да, наша машина, она там 6,3, а у меня почему-то 20. А вот там Chevrolet Tahoe, у него двигатель всего-навсему V8, расход топлива 12 литров, да, а у меня почему-то 48. Ну, вот потому что ты не умеешь ездить. Регулярно тема всплывает, да? Конечно, конечно. Поэтому, в принципе, вы пошли по правильному пути, потому что вы исходили, судя по всему, в том числе из малого объема двигателя. Малый объем двигателя, это уже сам по себе залог того, что она будет немного потреблять, но у всех по-разному. Потому что, например, турбина или нет турбина, у каждого двигателя она играет свою собственную задачу. Двигатель TSI, у него турбина сделана для того, чтобы он, во-первых, не сдох из-за малого объема, а с другой стороны, он реально экономил бы топливо. Потому что немцы считают борьбу за экологичность важнее. А вот, например, у Мазды турбированный мотор, который стоит на CX-7, он дает результат порядка 30 литров на 100 километров. И никакой экологии нет, потому что поливаешь, собственно, бензином окрестности. Но зато шикарно едешь на CX-7. С CX-7 идет великолепно, он прет так, как далеко не каждая. Угадать, какая из этих машин окажется, например, экономичная, а какая нет, мы с вами все равно не можем. Можем только предполагать и надеяться, при том, что мы же с вами разные. Вот я, например, беру Skoda Yeti с двигателем 1.2, турбированным 105 л.с. на DSG, и получаю на этом моторе при езде по городу с выездами за город средний, средний расход топлива. 5 литров и одну десятую на 100 километров. Фантастический результат. А тот же самый, например, Леша Мочилов, джипер бешеный, с большой буквы B, он садится на эту же самую машину, едет в Краснодар и обратно, привозит оттуда результат 18,5 литров. Машина абсолютно одна и та же, что называется, из-под меня взял и уехал. Я у него спрашиваю, как Леша машина, говорит, да вообще не тянет, да вообще не едет. А, по-моему, еще и запас под педалью есть. И это один и тот же двигатель 1.2, и если чехам сказать и немцам, что этот мотор дает 18,5 литров расхода топлива, они схвативаются за прединфарктное сердце. И не угадаешь. А Deumatis с двигателем 0.8, имеющий по паспорту 49, а на самом деле 52 л.с., он под барышней какой-нибудь нетрепетной, спокойной, флегматичной, имеет тоже 5 литров. А когда мне на Матисе надо очень резко, а до третьей передачи это лидер потока, у меня получается где-то 9. А чем тоже далеко? Ну да, это я очень хорошо понимаю. Я сейчас недавно вернулся из командировок многодневных. Как раз две девушки ездили на нашем Форде. И прямо скажем, вот я сейчас смотрю, как у меня средний расход, ну, с моими московскими привычками периодически, пользовался фигдауном, резко-резко пополз вверх. Да, 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 да. Красивую цифру, которую вам девушки наработали, вы сейчас тихонечко портите своим повседневным нормальным общением с автомобилем. Действительно так. Ну, девушки в основном, вы все-таки водители выходного дня. Да, да, причем не спешливые, они аккуратно едут, как могут, и как-то, в общем, глядят по сторонам, и педаль не очень топчет. У них есть такая особенность. То есть, вот предугадать, какая из машин как себя поведет. Вот Солярис, например, с мотором 1.6, 124 лошадиных силы, это ураган. То, как он на ручке летит, это самолет. Да, расход топлива у него при этом, конечно, не самый ласковый, но в десятку укладывается. А, например, очень вежливый мой приятельствующий водитель на Ауди А8 в топовой комплектации, он едет на своем ураганного размера двигателе и никогда не выходит за 10 литров на 100 километров. Он едет с достоинством, аккуратно. А получается, что, вот сравните Солярис и Ауди А8, расход топлива одинаковый. Манера вождения, да. Манера вождения, подход к жизни. На Ауди А8 многое уже заработано, многое в жизни решено, можно не торопиться, а задержишься, так тебя подождут, потому что ты начальник. И очень аккуратно, спокойно, ну, действительно, что-то... Тем более, он живет за городом, у него большой пробег идет по трассе, поэтому он вышел, не торопясь, раскочегарил машину, положил ее в дрейф, и она у него идет своей спокойно 160. И он смотрит на стрелку, и она его радует. То же самое, как по дизелям. И можно спокойно, с удовольствием наслаждаться собственной экологичностью и так далее. Да-да-да-да-да-да-да. А вот тот же самый, например, аппарат L200, на котором я недавно скакал в режиме оффроуда, дизельный мотор, постоянный напряг, у меня были все блокировки включены, я рубился там сквозь буераки, будь здоров, как? Так, 9,3 в режиме оффроуда, 9,3 по полному бездорожью на всех блокировках, какие только есть. 9,3 литра. А, ну, не знаю, там, Ford Ranger с сопоставимым мотором, ну, где-нибудь, наверное, уже 16-18 привозит в таких же условиях. А на вот этом же моторе, еще 2,4 турбодизель, ну, под нагрузкой, а ему по барабану. А вот больше он не хочет потреблять. И при всем при том, рядышком половина других бензиновых или соляровочных аппаратов, сопоставимых конструкций, ну, те же самые Ford'овские дизеля, например, которые на 110-го Defender, на 90-го ставятся, там, ну, где-нибудь, раза в два, так это только для начала, по топливу. Вот она. L200 в этом плане вообще, конечно, машинка приятная. Удивительная, удивительная. Ему сразу начинаешь многое прощать, когда смотришь на то, сколько он тебе сэкономил. Ну, невероятно. И я понимаю, если бы это кто-то другой был, я бы, наверное, сказал, ну, наверное, ты объехал все эти буераки, ты там не особо рубился по бездорожью и не очень полз сквозь сугробы. Да нет, я вот, то есть, мотор там, конечно, работал, будь здоров, как за троих. Ну, 9,6, у него был верхний предел, и то не подо мной. Нет, я очень хорошо помню, дело в том, что когда в одной из очередных командировок работали в Африке, вот, там как раз были High Lux'ы и были как раз L200-е у подрядчиков. Вот, и, в общем-то, по L200-м никаких нареканий особых я не слышал. Работает и работает. Да, а High Lux' он то вопросы задает, то топливо употребляет. Есть у него такой... Хотя у него трехлитровый дизель, например, отличный мотор. Да, метр квадров. И при этом у него все-таки трансмиссия очень неплохо организована, и High Lux' он один из немногих, кто тоже готов к битве за урожай практически с конвейера. Но расход будет другой, и все будет другое, и машина будет вопросы задавать, а L200 почему-то не задает. Вот. Поэтому при всем вот этом богатстве наших с вами мнений, ну, у нас нет возможности, по большому счету, найти четкий критерий, по которому заранее мы бы предугадали и эксплуатационный расход топлива, и вообще эксплуатационные последствия с автомобилем. То есть вот мы не знаем этого. Вот оно так едет, а как? Ну, как? Как? Мы не знаем. Ну, наверное, попробую еще Андрею. Андрей, у нас с вами последние минуты матча, но, тем не менее, мы с вами. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что дождались. Вопрос Peugeot 3008 и Forte Couga. Вчера удалось протестировать Couga и Peugeot 3008. И вот Couga в легкое замешательство привела это своей нестабильностью на ледяной дороге. То есть за счет того, там стоит установлена новая муфта, которая перебрасывает крутящий момент то на передние, то на задние колеса. То есть машина вас задергала тем, что она постоянно сзади включала? Это любое движение руля или любое движение педалью газа. И машина, ну, можно сказать, при том, что нестабильно работает система ESP, ну, легкий снос. Либо передний, либо задний, либо задний оси. Страшно. И на этом фоне Peugeot 3008, хотя как бы передний приводный автомобиль, но стоит достаточно стабильно. Так ли это? Или это мое субъективное мнение? Нет, это ваше экспертное мнение. Вы абсолютно правильно разгадали суть обоих автомобилей. И 3008, он, конечно, лучше Couga, он стабильнее. И самое смешное, то, что у него вот эта вот система, имитирующая якобы полный привод, которого на самом деле там нет, она реально помогает 3008-му карабкаться, например, по глинозему нашему с вами, российскому. Она очень неплохо справляется с имитацией блокировки дифференциала и заменяет отсутствие полного привода. Это вот тот самый случай, когда маркетологи пытаются нам с вами доказать, что два колеса лучше четырех, и в отношении 3008-го они правы. Потому что 3008-й действительно очень дееспособный автомобиль. И что приятно, у него подвеска настроена, конечно, очень точно, и ехать на этой машине здорово и интересно. До завтра!